За моей спиной яркое свидетельство того, что превышение скорости не всегда остается незамеченным. Нарушителя в лучшем случае ждет беседа со стражами городских дорог и, конечно же, денежные затраты. В патрульной полиции говорят, что специальные посты, снабженные радаром трукам, свои работы не прекращали. Ну, а в преддверии скорого окончания карантина и начала летнего сезона ее только прибавится. Дистанция, маневрирование и, конечно же, скорость – это, по данным полиции, тройка главных причин большинства ДТП. С начала года из-за превышения скорости в 142 дорожно-транспортных происшествиях погибли 25 человек, еще 156 были травмированы. Тем не менее, общее количество ДТП снижается отчасти из-за вот таких спецпостов с радарами, говорят патрульные и напоминают, как именно выглядит процедура фиксации нарушения. На вооружении патрульных трукам появился еще в ноябре 2018 года. В его послужном списке более 20 тысяч пойманных нарушителей. Только с начала года составили 6659 протоколов. Посты работают как на трассах из города, так и на его территории. Этот пост временно разместился в районе центрального автовокзала. Здесь спуск и водители часто забывают об ограничениях. Улица Балковская похожа на очень хорошую дорогу. И поэтому даже не обращаешь внимания на скоростной режим. И едешь быстро, комфортно. Даже не думаешь, что тут скорость 50 км в час, если честно. То есть по ощущениям мои 76 км не казались 50 км. То есть так, к сожалению, обманчиво. Сейчас вам показали ваше правонарушение, вы согласны? Как вы считаете, радары правильного? Наверное, я надеюсь. С нарушением Александр согласился. Взял постановление, пообещал его оплатить. Полицейские говорят, что большинство водителей не спорят. Понимают, что доказать свою невиновность могут в суде, а не на месте. Если первый водитель неосознанно притопил на широкой и свободной дороге, то второй объяснил свое нарушение отличной погодой и мечтательным настроением. Немножко, честно говоря, задумался. Солнце засветило, теплый денек, весна, красота. И получилось так, что я замечтался и немножко нарушил скоростной режим движения. Доверяете показаниям? Полностью доверяю. Полностью признаю свою вину, нарушение. Готов понести наказание согласно законам нашей державы. Мечтания за рулем могут обойтись от 255 до 510 гривен. За более тяжкие последствия чрезмерного нажатия газа можно лишиться свободы, напоминает Уголовный кодекс. Уже этим летом одесские полицейские могут получить более сотни помощников. Именно столько камер наблюдения на улицах города должны подключить к системе видеофиксации нарушений. Юлиан Аксенов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».